38-летняя герцогиня и 35-летний герцог сосекские намерены жить на две страны. Безопасность Меган Маркл, Меган Моркл, принца Гарри, принца Хэри и их сына Арчи обойдется налогоплательщикам Канады в круглую сумму. После сложения себя королевские полномочия супруги все же останутся членами монаршей семьи. Следовательно, они и их сын должны находиться под круглосуточной охраной. Стоимость этой прерогативы по самым скромным подсчетам составляет 1 миллион фунтов стерлингов в год. Многие британцы высказали возмущение тем фактом, что они должны оплачивать эти счеты в то время, как Меган Маркл и принц Гарри не будут работать на благо Соединенного Королевства. Поданные Елизаветы II потребовали, чтобы герцогиня и герцог сосекские, которые заявили о желании финансовой свободы, сами содержали себя. Однако власти Канады настроены не так категорично. Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что пока супруги с сыном будут находиться в их стране, им будет обеспечена безопасность. Глава Кабинета министров выразил готовность оплачивать половину требуемой суммы. Однако есть опасения, что простых канадцев может возмутить такая расточительность в отношении казны. Недовольство в обществе грозит перерасти впротив-против власти. Известно, что Трюдо очень тепло относится к семейной паре. Принц Гарри часто гостил в Канаде, он не раз лично встречался с Джастином. Меган Маркл семь лет жила в Торонто, снимаясь в сериале «Форс-мажора». В 2016 году она вместе с Трюдо участвовала в саммите. Сейчас членов королевской семьи охраняют сотрудники Скотланд-Ярд. Затраты компенсируются из средств суверенного гранта, который обеспечивает жизнь монарших особ. Бывший телохранитель принцессы Дианы заявил, что в случае, если герцоги сосекские лишатся государственной охраны, им грозит опасность. Букингемский дворец, кабинет министров и Министерство внутренних дел обсуждают вопросы, связанные с охраной пары. В настоящий момент королевская семья сама нуждается в некотором времени и пространстве для того, чтобы проработать текущие вопросы, цитирует Daily Mail представителей дворца. Меган и Гарри планируют переехать на родину бывшей американской актрисы, в Лос-Анджелес. Однако герцогиня сосекская пойдет на этот шаг только после отставки Дональда Трампа, против избрания которого президентом США в 2016 году она открыто высказывалась. Кейп Мидлтон сильно расстроена из-за мятежа Меган и Гарри. Дальнейшая судьба герцогов сосекских решится в Сандрингеме, куда королева созвала членов семьи. Первые шаги уже сделаны, принцу Ильм и принц Гарри выступили с совместным заявлением.